Любовь к инопланетянам Пользуйтесь, сеньор! О, о, святая дева Лавацкая! Очень важная миссия здесь, в Пару. В описании к видео говорится Первое интервью с Марио Леандро Ривера Так называемые мумии гуманоидов Наска Самая обычная подделка Таинственные мумии Наска Кто они? Древние пришельцы? Гибриды инопланетян и людей? Неизвестная науке вымершая раса богов? Или всего лишь мистификация? Но возможно ли мистификация такого масштаба? В прошлых сетях мы познакомились с некоторыми участниками этой истории из Перу и из России Узнали об индустрии поддельных древностей в Южной Америке Мы также выяснили, что удивительные мумии Наска исследовали с помощью рентгена и томографии Проводили гистологию и генетический анализ Датировали с помощью радиоуглерода Эти результаты доступны на сайте thealienproject.com И все они, кажется, указывают на подлинность удивительных находок Давайте же рассмотрим эти материалы по порядку, один за другим Рентгеновские снимки Это то, чем уфологи с самого начала доказывали подлинность мумий Рентгеном охотно размахивают в видео на сайте проекта по исследованию мумий Наска Но в своей книге энтузиаст-мумий Константин Коротков Почему-то стал очень критичным по отношению к рентгенам На странице 79 он пишет По анализу рентгенограмм практически невозможно сделать какие-то выводы Поэтому мы полагаемся на анализ томограмм Такой же скепсис он проявил и ранее в переписке Когда я отправил ему результаты нашей экспертизы рентгеновских снимков По рентгену трудно что-то сказать Как же так? Почему такая перемена? Невероятно! Невероятно! Этот рентген неопровержимо доказывает Что мумии подлинные На те официалы! Выкусите! Ура! Рентгену! Ура! Так Отчет антропогенез Ру Грубая П Подделка Так Рентген Чушь собачья Невозможно сделать какие-то выводы Но мы все же посмотрим на рентген В этом мне помогли антрополог Станислав Дробышевский И палеонтолог Алексей Бондарев Среди череды странных мумий фигурируют четыре трехпалые кисти Эти кисти появились в числе первых находок Которые Марио принес уфологам еще в конце 2016 года Взглянем на первую из них На всякий случай напомню В кисти у нас есть пясные кости Которые формируют ладонь И фаланги Которые в пальцах Что же мы видим на рентгенограмме? Пальцы мумии составлены из пясных костей И фаланг человека В перемешку Хотя погодите Что это? Уж не плюсневая ли? То есть кость среднего отдела стопы За ней идет фаланга Потом пясная А затем опять фаланги А что с суставами? Посмотрите на рентген настоящей кисти человека Кости друг к другу хорошо подогнаны Выпуклые к вогнутому Зазоров немного А как иначе? В противном случае такая кисть Не сможет нормально двигаться У инопланетянина же Выпуклое к выпуклому Как попало А что творится внутри кисти? Здесь вообще практически нет суставов Просто куча обрубков А что внутри кисти делает Локтевая кость человека Повернутая задом наперед Локтевым бугром в сторону пальцев? Посмотрим теперь на вторую кисть Явный прогресс Внутри кисти мы внезапно видим чью-то берцовую кость Две пясные, болтающиеся просто так Какие-то фаланги и прочую кашу Наконец, кисть номер три Ну, еще больший прогресс Правда, пальцы по-прежнему представляют собой пазл Из костей кисти и стопы Внутри запястья Мы видим две плечевые Две локтевые И берцовую кости По-видимому, детские Затесалось, правда, и тело позвонка Откуда здесь позвонок? Да кто ж его знает, сердешного? Взглянем-ка на все кисти вместе Судя по всему, их автор учился Первый, блин, прямо скажем, комом Затем фальсификатор набрался опыта Но если эти кисти принадлежат организмам одного вида Или хотя бы рода Почему они такие разные? Посмотрите на кисти разных обезьян Они устроены, казалось бы, очень по-разному Но всегда имеют единый план А тут что за разброд и шатание? Кстати, на официальном сайте написано, что кисти состоят из 26 костей Я не поленился и пересчитал слева направо 31, 27, 24 и 26 костей Проверьте Ну, налицо чудо Генной инженерии Бионический конструктор С использованием так называемых гомеозисных генов Атланты творили своих слуг биороботов, как хотели Презрев законы биомеханики Я бы объяснил это более просто Того, кто создавал это, не волновали ни биомеханика, ни анатомия Задача была одна Сымитировать внешнюю форму Поэтому кто-то просто напихал случайных подходящих по размеру костей и облепил их субстанцией, имитирующей плоть Посмотрим теперь на рентгены маленьких мумий Их уфологи залихватски называют гуманоидными рептилиями Что же, здесь мы видим то же самое, мешанину из костей людей и животных Вот мумия по имени Жозефина Смотрите, какая красота Вместо плечевых костей у ней бедренная С ногами еще веселее Одна из бедренных костей действительно бедренная, только перевернутая А вторая берцовая кость И они совершенно не стыкуются с тазом Какое-либо подобие сустава отсутствует Бедный гуманоид не смог бы передвигать ноги Часть костей просто обрублена Обратите внимание на асимметрию С пальцами вообще беда Некоторые псевдофаланги повернуты в разную сторону В левой и правой кистях Вверх или вниз с широким концом Запамятовали при сборке С кем не бывает А что за инопланетная голова? Французский палеонтолог Жюльен Бенуа полагает Что люди, которые сделали мумии маленьких гуманоидов Использовали череп какого-то млекопитающего Например, лама или альпаки Сравнение показывает, что полость черепа рептилоида Идеально совпадает с полостью черепа лама Совпадает положение обонятельных луковиц Внутреннего уха Полушарии головного мозга Мозжечка и так далее У черепа отломали всю лицевую часть Оставив только мозговую полость И развернули его задом наперед Лицо рептилоида на самом деле затылок бедного порнокопытного Эту же мысль высказал палеонтолог Радольфо Салас-Гесмонди Где изготовители мумий могли взять подходящий череп? Историк Юрий Березкин рассказал мне Что у доколумбовых жителей Перу Часто встречались захоронения лам Кстати, вот свежая новость Про находку мумий лам в Перу Палеонтолог Алексей Бондарев Осмотрел фото основания черепа одной из мумий С которой была поднята кожа Видите странное затылочное отверстие Квадратной формы На фото хорошо видно Как кожа без разрывов уходит внутрь Квадратного отверстия Ну это примерно то же самое Как если бы вся шея человека Ныряла в затылочное отверстие его черепа У куклы такое может быть Но у мумий живого существа Хоть гуманоидного, хоть рептильного Никогда Хозяин Куда позвоночник крепить будем Что, на лоб? Да сколько можно повторять Не имеют аналогов на земной фауне Не знаю, что говорят Подробнее аргументация Алексея Бондарева Приведена в файле По ссылке в описании к видео Алексей на этом не остановился На форуме ученые против мифов Он представил наш достойный ответ Пришельцам Наска Мумию пингвиноида из Омска Из костей чайки и кролика Получилась отличная мумия Покрытая плотью из папье-маше Знания анатомии позволили Алексею подобрать кости так Что у пингвиноида В отличие от пресловутых мумий Наска Правильные суставы и нормальный таз Конечно, мы не будем использовать эту мумию для обмана А ведь вы только представьте Прибыл новый хабар Сенсационное открытие сибирских диггеров Разумный сокчатый пингвиноид Триопитекус нанус, блин Эпоха этого аскарта тарийского Нашли мои сибирские кореша При раскопке мумского метрополитена Руками не трогать радиация Удиви меня ценой, сеньор Но это рентгенограммы В конце концов, рентген – это прошлый век Есть же суперсовременная методика исследования Компьютерная томография Коротков в книге пишет по этому поводу На странице 41 Теперь недостаточно просто разглядывать древние кости Надо понимать особенности изображений На томограммах высокого разрешения И уметь их интерпретировать Что требует большого клинического опыта Это могут делать врачи Каждый день изучающие подобные снимки Но антрополами, как правило, не владеют такими знаниями Вот, видимо, почему в команду исследователей мумий Антропологов не взяли Но, к счастью, мы нашли такого специалиста Это антрополог Сергей Слепченко Из лаборатории антропологии и этнологии Института проблем освоения севера Сибирского отделения РАН Сергей занимался исследованиями мумий крайнего севера В том числе изучал и компьютерные томограммы древних мумий Я попросил Сергея ознакомиться с томограммами Мумий Наска Альберт и Жозефина Удивительно Не сговариваясь с коллегами Сергей вынес заключение По данным анализа компьютерных томограмм Объекты Альберт и Жозефина Не являются скелетами живых существ А представляют собой изделия В процессе изготовления которых Использовались человеческие кости Антрополог заметил Что у Альберта, как и у Жозефины Вместо плечевых костей вставлены бедренные На месте одной из бедренных костей У Альберта находится наоборот Плечевая кость А вместо второй бедренной Берцовая Ученый обратил внимание Что позвоночник мумии Составлен из поврежденных позвонков И обломанных ребер Которые часто заходят в просвет Спинномозгового канала Сергей Слепченко отметил Низкое качество томограмм Он также указал Что внутрь шейных позвонков Мумии Альберт Что-то запихнули Какую-то кость или палку Чтобы голова держалась вертикально Смотрите Некое образование отсутствует В большом затылочном отверстии Появляется в просвете Спинномозгового канала Первого шейного позвонка И продолжается на протяжении Всего шейного отдела В нижней части шейного отдела Оно занимает Практически всю толщу шеи Но на уровне грудного отдела Его уже нет Французский палеонтолог Жюльен Бенуа Заметил точно такую же особенность В шее мумии Жозефины Текст заключения Сергея Слепченко Есть в дополнительных материалах К этому видео А вот сравнение Компьютерной томографии Черепа Жозефины И черепа Лаамы Сделанная нашими перуанскими друзьями Надо добавить Что во всей красе Мумии и рептилоидов Появились не сразу Им предшествовало Несколько прототипов Мумий настолько плохо сделанных Что популярности Они не получили Даже среди уфологов Вот эти жертвы Таксидермии Полюбуйтесь Посмотрите на этого Маленького Франкенштейна Какая красота Особенно радует шея Она состоит не из позвонков А из цельной трубчатой кости И хотя снимки этих страшил Поначалу фигурировали В статьях о мумиях На сайте TheAlienProject.com Вы их упоминаний Не найдете Сами энтузиасты Мумий Выделяют Среди них Два типа Мы уже рассмотрели Маленьких Гуманоидных Рептилий Но есть еще Трехпалые люди К последним Относится Наиболее раскрученная Мумия Мария В целом Мария Очень похожа на человека Но череп Вытянут Уши отсутствуют Большие глаза А главное Руки и ноги Трехпалые Впрочем В форме черепа Нет ничего уникального В доколумбовых Сообществах Перу Практиковалась Искусственная Деформация головы Уши Можно отрезать Да и вообще Поработать над образом Пришельца Используя для грима Некую Беловатую Субстанцию Судя по всему Диатомовую землю На поверхности мумии Наш перуанский Коллега Лука Обнаружил следы Какого-то инструмента Возможно Кисточки Вообще Древние мумии Из Наска Хорошо известны Археологам Я имею ввиду Настоящие мумии Обычных Пятипалых Древних людей Найдены сотни Мумий Которые относятся К доколумбовой Культуре Чачапоия Индейцы Умели Определенным образом Обрабатывать тела Перед захоронением Благодаря Сухому климату Побережье Перу Останки Хорошо сохранялись В пещерах Ряд мумий Выставлены в музеях Вот они В музее Леми Бамбы Посмотрите-ка На их позы Ничего не напоминает Грабители могил Вполне могли Заполучить Такую Но как быть С пальцами? Да взять и Отрезать лишнее Такое предположение Высказал Палеонтолог Родольфо Салас-Гесмонди Из Нью-Йоркского Музея Естественной истории Большие пальцы И мизинцы У Марии Отделили А затем Каждую ладонь Подрезали Увеличив Видимую Длину пальцев Вот как Салас-Гесмонди Это показывает На рентгене Обычной Человеческой кисти А палеонтолог Жульен Бенуа Увидел На томографии Марии Еще одну деталь Сухожилия Мышц-разгибателей Правой руки Их Пять Вот сухожилия Большого пальца Которого нет И такая деталь Если разрезать Свежее сухожилие Оно Втягивается Сокращается Но если ткани Уже высушены Мумифицированы Сухожилие Теряет эластичность И после разрезания Останется на месте Что мы и видим Большой палец Был отрезан Уже после Мумификации Аналогичным образом Поступили и Со стопами Мумии Кстати Лишившись Большого пальца И свода стоп То есть Жесткой опоры Мумия По идее Потеряла возможность Нормально ходить Манипуляции Со стопами Выдает и рентген Это антрополог Станислав Дорбышевский Отметил еще В 2017 году Вот рентген Стопы Марии Сравните Со строением Обычной стопы Я не буду вдаваться В детали Посмотрите Как плотно Кости в стопе Человека Прилегают Друг к другу Как хорошо Они подогнаны А теперь Мумия Обратите внимание Что между костями Предплюсны И тремя Плюсневыми Огромный зазор Где же суставы А их нет Но позвольте У человека Пальти состоят Из трех фаланг Раз Два Три А у Марии Пять фаланг И в руках И в ногах Ну Как наши Перуанские друзья Умеют Конструировать Руки Мы уже знаем Давайте Еще посмотрим На рентген Стоп Флавио Эстрадо Марена Антрополог Криминалист Из перуанского Института Судебной Медицины Увидел В рентгене Стопы Марии Вставленные Туда Фаланги Кисти В конце концов Какая разница Что вставлять Если эта мумия Уже никогда Не будет бегать Хочу упомянуть Еще одну Из мумий Наска Под названием Вавита Это мумия Маленького ребенка Она есть На сайте Alien Project Упоминается В статьях И книге Короткова Любопытно Следующее На ногах В руках У этого ребенка Снова по три пальца Но лишние пальцы Были удалены Настолько грубо Что это заметили Даже энтузиасты Мумий Сам Коротков В книге пишет Отчетливо Видны следы Удаления пальцев А донтист Дмитрий Галицкий Один из российских Исследователей Мумий В интервью Говорит То есть три пальца Торчат Почему решили Что там добинуть Марии На самом деле Там изначально Было пять Потом просто Кто-то их Откусил Оторвал Угу Откусил Значит По-моему Такая деталь Откушенная Первый и пятый Пальцы На руках И ногах Мумии Должна была Насторожить Даже самого Доверчивого Уфолога Заставить задуматься О природе Других мумий У которых Тоже Первые и пятые Пальцы Отсутствуют Я повторю Я повторю На всякий случай У мумии Ребенка Пальцы Очевидно Отрезаны Господа Уфологи Это не наводит Вас Ни на какие Мысли Нет Нет Во всяком случае В доступных Мне Материалах Уфологов Этот факт Никак Не комментируется То что вы Говорите Абсурдно Да Можно подделать Кости Но как Вы подделаете Строение Тканей Как Вы подделаете ДНК У нас Есть Заключение Гестологов И генетиков Серьезное Возражение К счастью У нас Тоже Есть Возможность Привлечь Специалистов Гестологов И генетиков В том числе Даже Тех Самых Генетиков Которые Проводили Анализ Мумий Вместе С ними Мы Попробуем Разобраться О чем На самом Деле Говорят Анализы Тканей Мумий Наска Об этом В следующей Серии Нашего Детектива Хотите Чтобы Продолжение Вышло Быстрее Поставьте Лайк Подпишитесь На канал А если Вы хотите Поддержать Проект По-настоящему Подпишитесь На наш Патреон С вами Был Александр Соколов Подпишитесь Подпишитесь По-настоящему Подпишитесь По-настоящему